приветствую на канале а смотри play итак мы начинаем прохождение сибирь 2 так мы остановились на том как мы вошли церковь церковь правил монастырь давайте и вот он я так вот мы стоим раз минутку все это дело у нас играется под холодное пиво для начала давайте поговорим с этим монахом добрый вечер выгнаться все равно не смогут уже молчит хомяк ладно это что такое так а подождите это свечи выливать надо будет так это точно я помню эту штуку надо как-то запусть да подожди вот 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 он вот он вот это что так это запустить запустить там ее запустили воск плавится опозитая воск не положил до туда не положил все ладно у меня пока нету воска а у меня и нету это в чем свечи катать пока зачем не свечи правда я уж не помню ладно пойдемте давай быстрее так вот там что-то надо взять хочу взять подождите блин минутку но не поджигать же так ну ка нет не поджигать ладно видимо не сейчас идем далее так а здесь она не бегать в этом балахоне кстати так что все передвижения будут при помощи ходьбы куда мне мне надо ну-ка давай-ка поговорим с ними мне нашел хотя бы кто-то со мной поговорю чтоб я сориентировался куда мне идти не разговаривают ладно идем сюда заходь так я оказался хрен знает где ладно вот бэтмену то я здесь ой за сыгрок за 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 г лишь мать-то за загородкой что-то было ключ есть у меня один ключ не подходит ничего не хорошо ладно чуть попозже так вот какая-то вот подождите какая-то вот из этих фрезок я помню ну-ка пройди еще немножко простите есть кто-нибудь ау а вот вышел прошу прощение что женщина это против устава что ты тут делаешь сосуд дьявола ты охренела что ли я кейт уолкер юрист из нью-йорка так мой друг очень болен в городе сказали что вы господь посылает нам испытания для нашего же блага моего друга зовут ганс форальберг всю жизнь он делал удивительные механизмы одни брали на себя тяжелую паденную работу другие развлекали приносили людям радость знаете он великий изобретатель изобретатель часто суетный человеческий разум бывает посрамлен перед величием божественного творения так давай задача я пришла за помощью к здешнему лекарю мой друг тяжело болен и очень не молод а вот бывает что тело само стремится к земле прах к праху мы врачуем души каким же недугом удручен страждущий свалился в каком-то припадке а теперь жар иногда остается только смириться чадо и предать себя в руки всевышнего нефига понимаете пускай ганс стар и слаб он хочет только одного двигаться дальше господь заповедовал нам принимать свой крест скротостью но гансу нужен врач тут на километр больше не к кому обратиться кроме вас простите мисс уолкер я не начну работу врачевания без знака свыше сейчас подожди помощь господин настоятель помогите я лечу только безнадежных больных и бесноватых но дело почти безнадежное мисс уолкер обычай есть обычай я должен видеть печать страданий вашего друга да без проблем я принесла полотнище покажи его смотри внимательно лучше смотри что ж поспешим на поиски больного офис сыщик что-то выяснил давайте трубку контент очень плохо слышно какие новости в гостинице говорят она уехала из орала бада на той неделе отправилась куда-то с гансом фаральбергом как она кажется жива здорово вот только что ведет себя немного ну не тяните контент говорите же понимаете мистер марсон тут такое дело у мисс уолкер появились так сказать странности что за странность что вы гоните то нах из меня дурочку лепите муж с подругой переспал с лучшей человек с кем я путешествую помирает они мне тут лепите горбатого «Народный» 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 Ох неспроста это все ох неспроста Хорошо ли тебе сполос? Да, спасибо. Как Ганс. Увы, он попал к нам слишком поздно. Теперь остается только обратить все усилия на спасение его души. Как? Что вы сказали? Он изможден и стар, и могила его отверста. Это невозможно. Он умирает. Я не скрываю от тебя истины. Блин. Давай помогай мне, помогай. Пожалуйста, помогите Гансу. Не тоскуй, чадо, я займусь страждущим. Можно к нему? Лучше не надо. Ослабевший разум всегда смущают бесы. Смотри, как бы и на тебя не перешла зараза искверна. Я не боюсь заразиться. Понимаете, мне надо с ним поговорить. Мисс Уолкер, обычай есть обычай. С больными говорить запрещено. Не могу же я просто бросить Ганса. Мне надо его сейчас же видеть, слышите? Да будет так. Он в дальней келье в конце хоридора. Только чадо, не вздумай внимать роптаниемся и помраченный бредом от летающей души. Я буду ждать часовни. Оформим бумаги, отдадим Кесарю Кесарева. Вот тебе, раз, два, вот тебе. Пипец. Да, врачеватель еще тот. Так, это я отсюда выйду. Давай сюда. Сможешь говорить? Вы меня слышите, Ганс? Где мы, Кейт? Не волнуйтесь, вы в надежных руках. Так, давайте. Мы не можем продолжать путешествие, Ганс. Вы нездоровый, вам надо лечиться. Я, я должен найти Сибирю, Кейт. Я ведь уже говорила, что намерена составить вам компанию. Вы здесь, чтобы вылечиться? У нас нет времени, Кейт. Мы должны, должны искать Сибирю. Успокойтесь, Ганс. Нет. Нет. Так, монастырь. Ганс, мы в монастыре. Помните? В Володилене сейчас 15 минут 8 утра. Отец всегда пунктуален. Он никогда не остается домом. Отправляется на фабрику. Запирается в кабинете и... Нет, Ганс. Мы в Романовске. Володилена далеко отсюда. А здесь о вас позаботится. Алексей. Надо найти Алексея Туканова. Алексея Туканова? Он жил среди юколов. Он может помочь мне. Так, ладно. Поможет. Я подслушиваю. Так и как нехорошо. Кто такой Алексей? Старый монах. И мой друг. Он знаком с медициной юколов. Так, ладно. Зачем мне искать этого Алексея? Потому что он... Алексей... Храчеватель. ...может вылечить меня. Ганс, будьте же благоразумны. Никто не поможет вам лучше настоятеля монастыря. Алексей знает, как лечат юколы. А настоятель просто старый болван. Вот, дурила, дурила. Как заговорил? Вы думаете, этот монах может вас вылечить? Алексей знает, как лечат шаманы юколов. А мне могут помочь только шаманы. Так, выходим. Подождите, у меня... Наушники закрутились. Выходим. Подожди, стой, стой, стой. Стой. Здесь можно что-нибудь взять, нет? Нет. Ничего взять пока не могу. Спалился толстый. Ну куда, куда ты бежишь? Господи, комедию строишь. А вы любитель подслушивать? И подглядывать. Подслушивать грех. Я просто вытираю пыль и все. Ага, ага. Говори давай. Я сейчас говорила с Гансом. И о чем же он? Хе-хе-хе-хе-хе. Поведал. Об одном здешнем монахе по имени Алексей. О-о-о. Время безжалостно к смертным. Хе-хе-хе. Брат Алексей покинул этот грешный мир. Да что вы говорите, ладно. Может быть вы знаете этого, Алексей? Нет, нет. Все критяне-ложицы, знаете ли? Да ладно. Вы наверняка знаете, где он. Хе-хе-хе-хе. Смерть есть последний предел. Вот так-то. Так, он что-то мне дал. Подождите. А, вот четко. Так, дорогая сестра. Так, мама. Так. Алексей был самым... Был высоким человеком. И моим другом. Многие годы он жил вдали от монастыря. Среди странного народа юколов. Ладно. Так, письмо Гансе сестре. Я знаю, как эта штука делается. Как хорошо, что я когда-то это проходил. Щетку бери. Так. Выходим. Так, куда? Ну вот сюда, по-моему. Давай. Давай, залазь, ой, залазь быстрее. Заходи, бери. Ага, подождите. Нет, это... Подождите, а где я? А вот он я. Нет, это библиотека. Мне не сюда. Мне куда-то. Вот сюда надо. Давай, вот сюда. Куда мы ходили-то? Сюда ходили. Мне надо сейчас... Вот что-то ошибся там. Надо фрешку искать. Так, 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 так. А вот где эта фреска? Ладно. Будем думать, что где-то... Вот это вот, наверное, фреска. Так. Щетка. Чистим. И смотрим. Так, мы очистили картинку. Так, смотрим. Ага, вот как свечи должны зажигаться. И вот теперь... Мы уже отсюда идем в библиотеку. Свечи зажигать. Нам вот этого... Мамонта дали. Нам его потом куда-то там вставить надо будет. Сейчас будем смотреть. Я уж не помню, куда там вставить. Ну, свечи зажжем. Вставим мамонта. И все увидим. Нам какое-то место должны указать. Так, где? Вот он. Заходим. Итак, вот они... Свечи, видите, болтаются. Как к нам их спустить? Ну-ка, давай вот сюда. Ага. Давай беги. А, ну вот. Вот. Давай. Ой. Так. Смотрим. Аж голова кругом идет. Так, первое есть. И вот эти две, по-моему, да? Блин, я даже не вижу толком-то этих свечей-то. Давай, раз. С такого ракурса. А, два. Так, мы сколько? Две свечи пропустили. Здесь две пропускаем. Давай, давай, давай. И вот эту рядышком. Вот эту. Вот, видите? Вот сюда мамонтов все вставлять надо. Так. Надо идти искать, где там, на каком этаже это открылась. Штука. Подождите, я здесь ничего со стола взять не могу. Тут уже больно такое свечение такое. Нет, ничего. Ладно. Давай, бегом, беги. Будем искать сейчас это окно, где что-то открылось. Вот так. Вот видите, типа такого что-то открылось окна. Только где? Так. Пойдем дальше. Еще. Вот он. Подождите. Блин. Давай. Вот оно окно. Подождите. Так у нас... Вот оно. Берем стекло. И вставляем. И нам оно указывает на куда-то чего-то. Идем в другую сторону. Что-то я не понимаю. Так, ну-ка. Нет, подождите. Как-то не так. Он должен мне на что-то указать. Надо луч сделать. Ладно. Да, где ж ты, падла. Шеведи, давай. Солнце, яркий луч. Давай, смотрим на слона. Итак. А... Что-то я не понимаю. Что-то случилось. Что-то где-то случилось. Посмотрите. Блин. Куда? Что указывает? Подождите. Последовательность не та, что ли? Вон он. Вон, смотрите. Слон образовался. Пойдем. Глаз слона. Давай. Смотрим. Что видим? Что-то взяли. Я думал, мы взяли, а мы, оказывается, нажали. Заходим. Что там есть? Так. Книга. Итак. 15 апреля 47-го года я, уложив в сане провизию и пожитки, и покинул стены Романовского монастыря. Впереди меня ждал. Так. Ну, это понятно. Это он уехал. Я путешествовал под вымышленным именем, притворяясь простым охотником. Так вы это поняли. Мне понадобилось несколько недель, чтобы приспособиться к привычной упряжи. Поскольку в Романовске я не нашел собак, пришлось довольствоваться юбки. Так. Ну, это понятно. Вот. Это юбки. Юбки наполовину, собака наполовину, тюлень. Ой. Я говорю, ну-ка, говорю же морской котик, блин. Я его помню, как морского котика. Так. А это наполовину собака. Видите? Вот и вся разница. Подождите минутку. Пивчика себе налью. Да. Сегодня я немножко более эмоциональный. Потому что сдал кровь. Да. Сделал хорошее дело. На благо общества. Так. Зимой основу так рациона юбки составляет оранжевый лосось. Ну, у меня есть эти, кто они, конфетки рыбные. Ручные юбки довольно ласковые, но весьма прихотливые животные. Они не поддаются дрессировке. И только если по какой-то причине невозможно использовать собак запрягают юбки. И всех народов, населяющих этим богом забытые места, наиболее интересными оказались мне юколы. Так. Погребальная маска юколов. Символизирует посланника душ, которые сопровождают умешивая в мир иной. А у нас... Это кто? Нет, не Один. Кто он там? По лету-то плавает. Река лето, а на ней паромщик, который он платит за... Ну ладно. Путешествие было долгим и опасным. Только в 27 октября 1947 года я впервые повстречал юколов. Многие месяцы жил среди них. Постепенно я узнавал их. Так, понятно? О юколах известно ничтожно мало. И гораздо меньше, чем о любых других обитателях Крайнего Севера. Они живут на самой конечности тундры. Из-за удаленности и сурового климата юколы становятся малочисленным народом и не попали в поле зрения ученых и советского правительства. Так. Понятно. История икулов прослеживается понятно. Священный Харфанг. Эту птицу часто связывают... Так, а вот белая сова, которую он там хотел. Так, ладно. Так. Вообще вот так. Шаман юколов. Тимминги обитают на открытых равнинах Сибири. Питаются они зерном и мелкими плодами, которые прячут в норах, чтобы иметь запасы. Роют длинными туннели во льду, скасаясь. Так. Сильнее всего они боятся хавлингов. Ну это вот птица. Это грызуны боятся птиц. Похоже считают леммингов чем-то вроде деликатеса. Они и так деликатес. Несколько раз за время путешествия я натыкался на следы пребывания юколов далеко на западе от известных нам ныне территорий. Вдоль лесных троп я находил так невысокие горки, так небольших камней. Это были так понятно. Юколы приносили жертву одному из своих богов. Теперь мы знаем причину миграции юколов. Их внутренняя экономика была неразрывно связана с мамонтами. Мамонтов использовали как в качестве ездовых, вьючных животных и как источник мяса, кожи, жира и также мамонтовой кости. Вне всякого сомнения мы имеем дело с поразительным случаем симбиоза людей и животных. Из-за смены климатических условий мамонты были вынуждены мигрировать на север. Юколы следовали за ними. Кстати, до 90-х годов находили на севере мамонтов. Их считалось, что мамонты все еще живы. И возможно, они живы. И действительно, где-то как земля Санникова, они там обитают. Это я добавил от себя уже. Некоторые исторические наскальные рисунки приписывают юколам, позволили ученым предположить, что этого племени каким-то вероятным образом удалось одомашнить мамонтов. Мне, насколько известно, на данный момент только юколы изображались в мамонтах верхом. Кстати, в начале 50-х, в конце 40-х действительно на севере было найдено племя. Вот вы не поверите, но северное найдено племя, у которой даже был еще неизвестен металл. Они жили еще как первобытные люди, древние народ. Это где-то я читал в исторических журналах или книгах, я уж не помню. Вот. Что? Ну, как исторические журналы об истории или книги об истории. Поэтому вот действительно какие-то племена были аж до хрен знает какого года, считайте, они как каменные люди жили, а время-то уже 50-е годы. Жизнь уколов была тесно связана с этим толстокожими животными, из шкур мамонтов так делали ими, так покрывали, так делали из бивней. Любопытный факт, мамонты исчезли 20 тысяч лет назад, но это не сильно повлияло на уклад жизни и уколов, казалось. Так, ну, правильно. Питаются мясо мамонтов до сих пор, носят одежду из кожи животных, так, ну, это понятно. А также известный искусные поделки с мамонтовой кости. Он, в принципе, чё, мамонтов, если живые, чё, похоже, иколы сохранили здания кременобычи использовать в хозяйстве замороженных туши мамонтов, прекрасно сохранившихся в сибирской вечной мерзлоте. Утверждается, что они жили за счет громоздких складовых более 30-ти столетий. Ни хрена себе! Для этого они выдолбили многочисленные пещеры, так, специалисты, так, однако легенды в ледяном ковчеге, так, себе довольно типичный. Так, вот, нажмите на паузу, если хотите более подробно читать, нажмите на паузу, прочитайте, отключите мой голос, и все поймете. Интересно, кстати, долгое время эту легенду рассматривали только как выдумку. Так, легенда гласит, что где-то на затерянном острове к северу от тундры, все еще обитают мамонты. Это вот про то, что я вам говорил. Реликты давно ушедшей эпохи ледникового периода, крошечная популяция на протяжении 12 веков, находящаяся под защитой уколов, остров, где обитают эти толстые животные, называется Сибирь. Я вот говорю, как земля Санникова, говорю так же. Где-то там, может быть, что-то и есть, блин. Возможно, потому что, по словам очевидцев, но-то я смотрел передачу 90-х годов, в 90-е годы то есть смотрел передачу, и там, да, жители Крайнего Севера действительно говорили, что видели животных, напоминающих мамонта. Так, ниже я привожу миф о Сибири из мемуаров Марии Бориновских. Так. Вот, алая ежевика. Вот, кстати, что нам надо для голубая трава. Реликвы, реликтовые растения. Реликтовые, это значит, вымирающие. Да, это как реликтовые расы, эльфы, гномы, орки в романах Толкина. С наступлением весны аромат цветов становится так. Вот мне вот надо вот ежевик, вот это вот. Остальное можете, алая ежевика и уколы смешивают ее с соком, с моржовым жиром или салом, и часто используются в медицине. Дым, возникающий при горении этой смеси, обладает массой оздоровительных свойств. Шаманы рассказывают, что растения производят только на могилах тех, кто покоился в мире. Кстати, нам придется на могилы сходить, и там похудело рвать эти травы. Что, извините, как я говорю, как Дроздов. Николай, хороший человек. Легенда Сибири. В конце последнего ледникового периода произошли очень серьезные климатические изменения. Огромные территории оказались затопленными. Это возник, это внезапное изменение окружающей среды и подвергло опасности самоществования многих животных, в том числе и мамонтов, которые в те времена спитались на севере Сибири. Так, ну там по уколам написано. Я говорю, жмите на паузу. Самое главное, лечение и уколов мы приобрели. Это просто вот сейчас рассказывается о мамонтах. И рисунок, кстати, будет этот полезен, потому что мы придем в пещеру, где этот рисунок, так скажем, воплотится в жизнь. Поэтому читайте, читайте, листайте. Веками казалось. Вот, хоть дневник и большой, но тем не менее даже он кончается. Я, Алексей Туканов, подтверждаю подлинность своих полученных этой отважной исследовательской ковчег, который путешествует к острову Сибири. Суи свет существует на самом деле. И даже если я пока не нашел доказательств, я уверен, что остров есть, а мамонты до сих пор живут там. Я, кстати, тоже в этом немножечко уверен. Так. Ритуальный цилиндр. Ритуальный цилиндр, я как понимаю, в нем мы должны, наверное, сжечь. Сжечь нахрен всех, кто не хочет мне помогать. Порубить мелко и сжечь. То есть, ладно, все, видимо, больше ничего не возьмем. Так, и валим отсюда, все. Теперь нам надо, куда идти-то? На кладбище. Искать там траву. Где, 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 где? Так, а где еженика находится на могиле? Блин, вот эта полоса у меня уже второй раз. Это не экран у меня, это где-то в игре. Кстати, если вы смотрите игру и смотрите описание, у вас винда 10. О, во, что-то нашел. Это еще что? Это еще что? Блин, я не могу, мне же надо секатор взять. Твою ж мать! Так. Блин, а как мне... Подождите. А как мне ее нарезать-то? Это что такое? А, ритуальный цилиндр. А, вот тележка, наверное, это и есть, это гребанное, там этот секатор должен быть. Да подожди, давай к могиле подойдем. Он, правда, ни хрена, нам не скажет. Ну-ка, ну-ка. От этого гроба просто... От этого гроба... Это, кстати, гроб готовит... Что он там копает? Я опасаюсь худ... Для этого копает... Гроб-то... Для нашего друга... Ганса. А тут не самый плавный спуск. Ну, на саня... Понятно. О! А, точно! Вот мы на гробе съедем потом. А-а-а! Вспомнил. Вот это, да, кстати, финалочка такая... Ну, как финал. Не финал игры, конечно. Это финал прохождения церкви. Ну, давай, бегом. Все передвижения бегом. Наш зритель хочет видеть, как мы играем, а не как мы ходим в альяжно. Как директор монастыря. Вот, теперь берем секатор. И правильно называть секатор? Вроде называется это... Охренеть, какие ножницы. Вот. Пойдем на кладбище. Малина, я-то думал. Ладно. Жаль, что заранее нельзя было там взять все это дело. И... Подожди, вот кладбище нет. Вот. Вот сюда. Будь так добра. С монахами не разговаривай. Так, теперь-то мы знаем, куда нам идти. Ой. Так. И на! Кстати, это реликтовое растение, кстати, но как... Не то, чтобы красную книгу, серо-буромалина уже не сено. Раз оно реликтовое и вымирающее, которое по факту не существует. Ну, в смысле, я имею в виду, если смотреть с ученой стороны. А на самом деле оно есть. Так что давайте. Не будем. Так, вот тебе нарушили природу. Пойдем. Нам надо свежку теперь топить. Так. Так, так, так. Где? Как-то выходить от сюда? Вон отсюда. Так, а где взять это? Вот форму для свечей. Это, надеюсь, вот эта штука, которая у меня есть, которая там это... сжигать, в которой надо. Вот сюда. Я точно помню, что там была эта... плавка для свечей. Плавка. Правильно назвать? Плавка или как? Так, минутку, подождите. Микрофон переставлю. Вот так. А то, мало ли вдруг у меня не слышите. А я тут распинаюсь, сижу. Так, раздуть мы раздули. Раздули? Раздули. Так, подождите. Я должен был так, а где у меня... Охренеть! Ну-ка, подожди, идем обратно. Это же пипец. Так. Я что, траву не взял или что? Или как-то по-другому? Как-то... А-я-я-я-я-я-я, пипец, о-о-о-о-о-о-о. Я где-то что-то не взял, короче, походу делать. так подождите в дупле ничего нет тут вот ничего нет какая разница с какой стороны я обойду эту хрень это же пипец ладно так почему и посюда бегу почему и обратно то не убегают так как и забегал у их ладах если вы это по крайней мере надеюсь сразу другу возьмете посмотрите видео возьмете траву либо же будете смотреть мои видео как пособие как сказать ну для развлечения вот тоже некоторые каналы смотрю просто для развлечения есть такой канал называется пеновым т.в. основан на хоре вот нет нет иной раз я смотрю и наслаждаюсь ритуальный цилиндр эту штуку надо как-то так формочку а где взять формочку так вот этот по-любому как 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 тебя счет эту штуку подожди ну-ка а чё такое подождите не понял так ну ка мне надо форму для свечи так это я где-то формочку не взял я так понимаю ну-ка давайте посмотрим где можно взять сначала пойдем в библиотеку ну да в библиотеку там посмотрим так где у нас библиотека для начала там посмотрим потому что сомневаюсь что эта штука может быть на кладбище вроде не так много у нас так ничего такого подобного не вижу ладно ой так внизу то у меня точно ничего нету давай наверх заползать так давайте ищем так подождите бесполезно как не мне форму тогда искать подожди вот здесь скорее всего форма где-то нет я не понимаю где формата тогда может быть форма для свечей ладно блин куда еще можно зайти то заходи давай так внизу но внизу пока не спустится касается мы ничего не возьмем ну давай 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 куда пошла эй форму для свечей где мне взять форму для свечей то вот вот эта проблема то у меня давай давай так здравствуйте здравствуй ганс вы правда не можете господь уже назначил ему жребий но гансу не в чем кает недуг заставил его понятно ганс форальберг хороший человек в ряду он изрыгает сплошь богомерзкие сатанинские языческие речи да вы не нормальный вы же фанатик нам непременно непременно оставь эти мы мечта ганса форальберг тому не суждено быть ну ка еще разок и что ему лучше это ненадолго он сказал и и кто си этот монах много лет жил у юколов да воистину недуг его тяжек а разум слаб ну ка давай брат юкол вы знаете некоего алексея туканова еретик и кажется ганс форальберг о нем очень высокого мнения твой друг должно быть скорбен главою но все равно можно мне с ним встретить нет алексей туканов нас оставил простите что я вам надо он умер ганс часто рассказывал про загадочный северный народ они же не умерли проклятое племя ганс долго жил у них его там очень полюбили чада ладно все что нужно иди так иди что я могу здесь забрать гляну еще разок нет нет тут нету блин а где мне ключа здесь тоже нет а он откроется только с ключом так ладно не знаю может я где-то что-то не так сделал но мне кажется форма для свечей должна быть там где свечи поэтому она и должна быть смысл ее где-то в другом месте брать это на мой взгляд так сказать непредвзятый но мы на всякий случай еще давайте на тележку посмотрим мало ли нет нет все таки нет на тележке больше ничего нет посмотрим что здесь у нас меня зовут кейтл так он ничего не говорит блин только трата времени так ну вот а где мне взять то и вот это как я понял сетей что нет что тебе еще туда надо это это как это так это ох ты стуку надо вот наконец-то блин оказываться все понял блин ни хрена я столько времени потратил ради чего давай 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 беги беги нет вот идем гансу ставим чтоб он дышал этой штукой так не так ты ни хрена я если по времени не взять сколько у меня условно чтобы эту свечку сделать давай 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 подожди вот туда все верно я больше вариантов станет куда бежать итак ставим эту курильню ставим в нее свечку и поджигаем вот у меня спички есть и ждем давайте будем ожидать итак у нас происходит исцеление кстати смотрите да на маму ты похожи это лучи света вот такая вот штука вот интересная да вылечился вылечился надышался и вылечился давай с тобой поговорим сейчас этот эт с глазу на глаз что то за припадки у тебя как дела кейт да что я здесь делал летишься о это долгая история мы уже уходим а вы можете идти с радостью бы но кажется не двигайтесь ганс я найду способ забрать вас отсюда так хорошо забрать его отсюда сейчас я как понимаю так гроб гроб на гробу мне скатиться так просто не дадут мне надо как-то монаха отвлечь а монаха можно отвлечь о чем давайте сбором какие-нибудь этим на обед видите они никуда не торопятся никто и ни один из них потому что на лифте я помню что не на лифте мы должны были покидать это место ой не на лифте проходим проходим а значит я правильно все помню так это что такое ключ ну ладно драгоценный ключ и на этом все да но я как пишу больше тут и ни хрена и нету ключ взяли а ключ у нас только от одной двери мы к ней уже несколько раз подходили давайте вот она а что за ней колокола за ней так это вот он драгоценный ключ он видите здесь сверху колокола висят я их блин только сейчас и заметил кстати так обед горяченькая привезли вот сейчас я могу взять гроб вот это я помню да гроб берем господи то сколько лет прошло так она 2000 какого одиннадцатого года или четвертого если четвертого года а сколько что лет прошло восемнадцать лет если один из этого года то одиннадцать лет да вот считайте сколько я не играл в нее либо 18 либо 11 лет поэтому да могу подзабыть некоторые нюансы нюансы так ставим груб и сейчас этим за умирающим лебедем на мусорной куче идем так пойдем за гансом берет пойдем кстати запомнил какой даже зовут бегом все передвижение бегом так я уж не помню мы как его на себе потащим мне он вроде идти должен сам уже исцелился так блин всегда играть играть их что-нибудь логическое давайте что такое кейт валим отсюда да кейт нам надо торопиться так а ссылку на хоррор канал я наверно вам все таки оставлю когда видео закончится там же есть да ссылки на каналы на видео и того подобного сейчас 8 на стадис остановите размешту мареватера пока не дали как и я еще и на гробу катаемся господи да ладно такие горки тебе и к дачу удастся будет покататься как те уши нет без шапки неплохая была прогулка да было весело так подожди у тебя должна быть штука которая должна починить к ней это точно помню как вы думаете ганс мы можем продолжить наше путешествие я еще не закончил одну работу кей ты должна помочь мне нас у нас скажите что мне надо делать я починил механическое сердце я так устал я так слаб кей ты не могла бы пойти в кабаре и установить механизм вместо меня да в легкую я пойду туда не беспокойтесь а вам надо отдохнуть отдыхает с вот она на кстати думал что она так просто лежит здесь оказывается нет он не дает так там дать и шарниры подкрутить лево право что-то вверх-вниз по трубочкам подогнать не сможем так-то работенка то играет в поиски для них это вообще привычное дело такая не снял нет этого зимней одежды огней вроде как у нее зимней одежде она пусть не и буду кабары о его его не 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 вот сюда были так давно в городе ему что заплутал запутали мишки заплутали как это как ароматная чай какая чашка ароматного чая или что давай проходил чукерман евреи вообще евреи должен быть цикл фамилии то он какой-то больше на на цыгана похож очень страшно теперь прыгай прыгай такой хороший дали прыгай нет не прыгает ну теперь прыгай на хрен там убирайся с глаз моих пока и не засунул тебя в духовку идиот махматый подожди я потом к тебе приду юки 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 ты или кто-то как люблю я вас этот скромный час очень страстные очень жгучие и прекрасные давай открываем так подождите я чё-то не то сделал ни хрена не понимаю подождите меня трубки присоединить вау угадал только с одной лошадью ладно делаем дальше да так блин я не знаю давай вот сюда а вот так можно даже смотрим хрен там ну-ка давайте посмотрим на лошадей как они стоят они стоят все упряжки ладно так так а где ты а у нее вот так вот так как как-то вот так оно должно быть ну-ка вот так нет какую-то лошадь мы угадали так угадали вторую лошадь угадали третью лошадь угадали давай 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 словите все четыре лошади угадали охренеть а вот как оно должно быть ну красиво да вот тебе ой там а вот тебе асти вот тебе здрасте значит это юбка ла будет там это дредил это тащить так минутку подождите как я как понял мне вниз надо за юг вами никто он юбка или кто он там охренеть вот мне куда-то сюда надо похоже на сани как же их спустить похоже на крючега здесь нет мука а с другой стороны рычаг есть смотрим вот смотрите-ка нашелся рычаг вообще-то я думал с другой стороны думал как-то переходить она вроде ничего нету как бы иметь теперь попасть надо сейчас как-то заманить сюда это животное пойдем вниз блин хотя нет подожди чтобы мне что-то сделать она ну-ка давай-ка садись так юки просто не запрещать эти лесенка есть надо же сначала узнать что на пола юки запрягать а потом уже идти юки блин я не помню кипал уже это было поехало только этого не хватало колым ага объявила забастов а вот сейчас юки понятно вот я же говорю что как-то правда я не знал что поедем так нападем так надо как-то у братов я не знаю выманить выкрутить это чтоб они меня животное свое отдали давай-давай-давай беги-беги ну-ка подождите давайте для начала нашему легшему позвоню узнаем какого хрена вообще уехал так оскар а вот оскар чуть ганса не набрал оскар правильно алло это оскар кейт уолкер почему без меня уехал ты цел что случилось эти господа сказали что вы раздумали здесь останавливаться что вы возвращаетесь в америку что поезд может отправляться кейт уолкер боюсь я совершил непростительную ошибку господа чё он с тобой поезд угнали что ли у меня иван с игорем держит господина фаральберга заперти точно смотрите кого угнали иван с игорем они что же раскочегарили поезд боюсь происходит нечто не вполне законное не вполне законное да это грабеж среди белой дня паразиты угнали поезд а вас взяли в заложники кейт уолкер я испытываю некоторое беспокойство не бойся оскар я вас разыщу куда направляется поезд мы едем прямо пока не было ни одной развязки я поведу поезд на минимальной скорости постараюсь их затормозить возможно удастся даже кто я там собой ну что вы я просто оскар телефон забрали оскар понятно значит у них во дворе никого нету надеюсь они этот замок то никакой не поставили там супер-пупер взлома это ничего не надо бы да не смотрите открыто все так где мое животное ну кстати где-то я услышу а вот оно и подожди поэтому вот ушла о стоп стол точно на столе что-то было белое золото сибири а бивни мамонта да есть такое ладно надеюсь вы нажали на паузу и прочли если нет отмотайте назад успевайте он не блещет но по-своему симпатичный и рад радешеник что вернулся в родные края но как тут пусто так берем рыбки представь себе остальные этих конфет врут не берут ты у нас елки да ну как теперь пойдешь со мной так ну пойдем мне как с тобой разговаривать ой подождите все он за мной идет пойдем собаки действительно со мной идет уже кстати девочки ты не вижу ну ладно вот она вот она ладно ты мне уже не нужно я так понимаю смысле я так думаю сложный был период давай собака я как понимаю тут даже со всеми можно поговорить ну попрощаться сказать как все хорошо что увидимся буду ждать долгих встреч и тому подобное ну кигрита не имеет никакого отношения оба юки юки иди сюда ко мне так смотрю видео как мы как мы сейчас полетим как ракета у нас уже пробуксовка не хило он там наворачивать скорость так иди угнали поезд на что ты рассчитаешь это же себе это же себе это же целый штурвал даже это же бежали не а а а так ну мне то надо как-то пойти к пользу сейчас я даже не знаю куда мне идти то здесь а вот подожди столь 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 резина мне больше не пригодится а ну все тогда ты даю я думал какие то запчасти надо взять все бивни теперь наши мисс уолкер это жертвец не ходи здесь не видишь что ли это слишком тяжелый понятно как мы куда пошли ты сама пошла а в лес куда-то пошла на мог может собрать так 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 тут вроде ничего такого не вижу сова белая посмотрите тот которого хотел увидеть этот монах так это что за культовое сооружение рыба лед надо растопить так а у меня что есть спички а а значит мне нужны дрова пойдем искать дрова ну здесь вот смотрите так то по идее вот так то наломай и таки голову господи ни хрена а чё ладно пойдем вау наверное из воды надо мокры же вытащить это же логично чем из леса на ну здесь якобы не топор нужен был бы так я хоть правильно иду а зачем мне рыба вообще я понимаю мне о бобер этот пёс делает только то что ему вздумается так бобер блин бобра соживать ну ну хватит хватит пугать несчастного бобра так подождите я должен быть здесь а что я должен сделать так я куда-то сюда да а вот такой большой лес так мало сухих дров что-то взял сухие дрова ладно он там избушка мне потом в избушку надо будет точно а иначе она бы там не стояла все идем сейчас будем растапливать охрена мне эта рыба какого я буду кормить вот это юбки что ли юбки юбки просто добавь воды давай вот спички есть конечно интересно задают и себе я спички не взял чем бы я разводил огонь никто не задумался а брать там спички это было необязательной идеей так я взял рыбу ладно ну пойдем пойдем куда мне только рыбу то так я как понимаю его надо отдать собаке давай к собаке ну давай 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 беги так собаке я понимаю рыба нужна тебе юки юки иди сюда ко мне давай кушай кушать так а загнил хреном я вот туда тащу тоже вопрос вопросов что этой собаке нужно так это поводу так что-то случилось бобер да грыз дерево вот оно что мост ладно пойдем пойдем через мост нам туда а аккуратнее не упади ну давай давай а вот сюда а половина четвертого он что там напился наконец то контент куда вы пропали я не могу круглые сутки сидеть у телефона я в жуткой глуши мистер марсон зато не зря есть основания считать что кейт уолкер сейчас тут либо прямо в деревне либо где-то поблизости разыщите ее контент и доставьте обратно тащите силком как хотите только она должна быть здесь я свой гонорар отработаю я свой гонорар давай вот сюда пойдем это я куда пошел волк а я не туда иду подождите а куда мне идти здесь ну-ка пойдем раз мне не сюда тут сюда тогда волку главное не попасть в пасть не попасть в пасть не быть сожраны у меня тоже и какая-никакая собака так так ага вот подождите что-то здесь не так вот дерево можно свалить этот узел не для моих пальцев хорошо до ветки не добраться блин а я отсюда пришел получается ну пойдем туда смотрим что есть а в дом а мне тут а и мне туда надо будет тогда получаться иначе за каким хреном мне туда идти то было бы сейчас будем в доме искать чем поживиться а алло кейт зайка это мама мам солнышко я держусь на одной валерьянке ты еще долго собираешься выколесить невесте твой босс тебя обыскался мам я остаюсь здесь но чистка ты же не собираешься загубить свою блестящую карьеру я передумала мам может человек передумать может не знаю так пока трёп пустой трёп сейчас заходим давай давай сейчас мне надо в доме чего-то понабрать всего-всего так вот это сундук нет нет так окно а у меня в окно пока сувать то даже нечем просунуть нечего или как правильно сказать так над камином что то есть так матрёшка есть это гвозди книга так это чё оранжевый лосось другое название золотой лосось размеры так внешний вид среда обитания водоем с ледяной водой но только как раз у меня пищей хищник довольно так избране по отношению к краске добычи отдает при предпочтении зеленым лягушкам палатке так первые два года так лосось проводит в реке первое размножение с ноября по январь характер агрессивное потребление рыба необычно вкусная достаточно легко поймать хорошо так все так ну вроде здесь все взяли что еще можно взять так олени и рога вот сюда идем смотрим что здесь есть у нас о молоток какой-то лежит нет но мы его взять не можем нет а это вот так молоток который так смотрим яготаж я не знаю что это такое честно скажу не настолько я северный человек понимаете ли ну и как понимают опора где его взял он где-то взял короче топор я даже не знаю где я взял где-то видимо захватал так ладно ну дверь вот она давай выходи так давай мне куда вот сюда удочка да все что-то надо ловить поймать так надо зеленую приманку какую-то мне это ничего выложил непонятно вот она вот она папа ну давай 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 хрен астам так ладно а все-таки я поймал какую-то рыбу не туда подожди а ты не прочь ее проглотить я зеленая мне надо золотой насос так зеленый лосось без палет так а куда мне этого зеленого лосося надо так ну что не юки кормить это точно или тебя кормить надо нет подождите если бы клиентам на кухню сейчас приготовим приготовим и сожрем хотя зачем мне его жрать мне его надо жрать давай нет смотрите ка может его надо волку отнести тот тоже вроде как это и семейство собачьих ну давай пошли еще лапы замерзли не хочешь идти ну давай вперед так и получается тогда мне эту рыбу надо медведю как-то отдать где окно все ни хрена он ее плюнул на эту рыбу ах ты тварь так этого еще не хватало этому обжоре с едой не угодишь так ладно будем так на зеленую другую зелен там вроде зеленых было ни хрена себе еще и привели ах ты падла где ты ну давай давай спускайся блин блин ах ты бэх ни олей мне там еще дерево руби чем в нос образовался так вот зеленая тоже не лягушка а вот так зайти до и их Давай, 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 тяни, 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 тяни Есть рыба Какая-то маленькая рыбка тоже есть У нее там золотой лосось Это какой? Я что поймал-то, ты мне покажи А ты не прочь ее проглотить, а? А, оранжевый лосось, вот смотрите, кстати, да Так, а у меня, ну точно оранжевый Так-то он золотой какой-то Ну ладно, хрен с ним, ну по крайней мере цвет-то похож, это факт Сейчас будем медмишку кормить Ни хрена он себе Гурман нашелся Хочем Давай Проходим Мишка тоже хочет кушать И на Зеленый, главное, не хочет есть Оранжевый съел? Посмотри, оранжевый съел Похоже, он в восторге Его любимое блюдо Козлина Любимый козлина Так, сматываемся отсюда Ну, давай 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 Давай, давай, давай Для начала Медведь-то Медведь со мной перелезет Юки Юки, Юки Иди сюда Как иди сюда? Как он тебе перепрыгнет-то? Ни хрена себе Вот тебе Вот тебе раз Вот тебе два Да И как же мне теперь возвращаться? История умолчат Ладно, надо к поезду идти Юки, нет Стоять Ну, курсор Сейчас Где я? А, вот Юки Не трогай птичку Вот оно, видео Это куда побежал Нам надо к поезду А не за собой бегать Это не животное Это стихийное бедствие какое-то Ладно А куда это, собственно, я иду? Кто бы мне подсказал еще? Ну, ты чего? Юки Плохой пёс Плохой Как ты хочешь, чтобы я Ой Что? К стене прижмись Вот ни хрена себе Они даже на убийство пошли Платон Синый порядок Теперь американцы Юки Беги Быстро в поезд Так Ты промазал, идиот Она все еще там Апсина сбежала Брось-ка ей камушек И покончим с этим Вот ты паза Ей Будет Больно В голову Очень Так ей надо, идиот Она охотится за мамонтовой костью За твоей Мамонтовой костью Игорек А ну давай, живо Взял камень и вперед Но О, я сейчас залезу Я вас скину обоих Надеюсь, Юки там залез Динозавр Снежный барс Блин, вообще самолет Вот тебе и раз Вообще самолет это был Я думал, животное мне поможет А, точно там же какой-то приемник Надо кого-то настраивать Чистоту Так, а как нам залез? До первого выступа Не добраться Слишком высоко Ну у меня есть Ха Как ледокол Или ледоруб Как он правильно назвать? Ледоруб А че ты его воткнула-то? Бери Втыкай и иди В жизни бы не поверила, что сюда полезу Вперед 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 Давай-давай Че-то я не понял А че ты не лезешь-то дальше Не понял Так, ладно Так, ладно Не хочешь лезть? Как-то тут надо искать мужик вы своего рода давайте потрячено тогда искать даже не знаю так сюда ты можешь куда-то свернуть нет вентам да давай теперь тебя убил я не знаю уйдет лентам ты где-нибудь еще налево тут вроде ничего нет уже а вот появилась смотрите как тем не менее появилась или нет ни хрена не вижу так блин вот выискиваешь где тут еще есть ну давай вот сюда точно надо давай направо так подождите где-то что-то проскочил направо давайте как-то по дурному это конечно все есть но тем не менее методом тыка мы можем определить ладно по рисунку то хоть определить такая скользкая особа вы ведь понимаете какое у нее преимущество да вдобавок завели сообщники из местных контент вы меня ставите в очень неприятное положение родные кейт начали тревожиться если вы ее не притащите нам обоим придется не сладко можно подумать я тут загораю чертова дыра в самой тундре а дальше спорш какие то она просто рехнулась как черт ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии и увидимся уже в следующем видео пока